Итак, я вам представляю, доцента кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского института культуры и искусств, лауреанта премии Грани-театра МАС, доцента Марины Николаевны Татьеву, педагога по предмету сценарное мастерство. АПЛОДИСМЕНТЫ В том, что я смотрю и вижу какие-то знакомые лица, очень приятно приветствую отдельно. Хочу сказать, что я знаю, что такое Дом народного творчества. По окончании института, вот первый институт был, который заканчивал, это вот этот наш Институт культуры. Я уехала по распределению в город Петрозавод и работала там сначала в училище, а потом в Доме народного творчества. И методистом работала, и потом режиссером Дома народного творчества. И я хорошо знаю, понимаю, какая грандиозная на вас лежит ответственность. Прошу прощения, нет ли Скорелец Петрозаводской в Дом народного творчества? Нет, 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 нет. А вот когда я там работала, у нас был замечательный Дом народного творчества. Людмила Павловна Кубинская была директором, и у нас там все кипело. А теперь вот сколько я бываю на семинарах, почти не вижу, скорее, никого, мне очень жаль. Ну это такая грямбла. Значит, задача у меня непростая. Вы только собрались уже про перерыв говорить. Вот перерыв, сделает Мария Николаевна перерыв. Еще не начали, я не знаю, 2 часа всего времени у нас. Я за это время, за такое короткое время, ну постараюсь как-то быть вам полезной. Итак, мы поговорим о сценарном мастерстве. Итак, наша специальность такая. Мы сценаристы и режиссеры в одном лице. Никто нам сценарий готовых не пишет. Мы пишем сценарий себе сам. И вот в этом как бы преимущество, с одной стороны, с другой стороны, конечно, и сложно существует. Вот с чего бы я хотела начать. Я бы хотела, чтобы мы вначале с вами обозначили все-таки специфические черты драматургии театра массовых форм. Вот наши специфические черты. Знаете, нередко звучали и звучат сейчас мнения о том, что вообще так. Всех режиссеров нужно воспитывать в одном месте. Учить. Не нужно разделение вот этого, которое существует. Театральные, там, культура, кинематография и так далее. Олег Павлович Иваков, например, поддерживал такую идею. Сказал неоднократно. Что нужно всех учить в одном месте. Зачем он, чтобы режиссеров плодил себе на голову никому? Они не нужны в таком количестве. А учить всех в одном месте. Года три. А потом на старших курсах, там, четвертый театр, идет специализация. Одни идут в театр, другие в кино. Третьи – праздники, недовольные, четвертый – цель и так далее. Но вот почему все-таки эта идея не приживается? И специалисты в каждом этом направлении встают на дыбы и не хотят этого. При том, что, конечно, мы признаем и понимаем, что основы, они одинаковы для всех. И вот все, и в кино, и в театре, и здесь. Все начинается сначала с основы драматургии. И там основы теории и жестковые. Все основные понятия, они одинаковы. У нас там темы, идеи, конфликт, герои, действия, композиция. Вот эти все вопросы, они одинаково все обещаются во всех курсах. И все это проходит для начала. Но потом начинается что? Начинается специфика. И вот если говорить об образовании, то это вопрос, наверное, такого баланса. Сколько времени отдавать на изучение азов, основ, а сколько на специфику? Мы в ВУЗе. Один год, первый курс. Сейчас вы знаете, что мы четыре года, значит, только учим наших студентов. Четыре года бакалавриат, потом два года магистролога. Я по ходу дела агитирую. Если у вас есть молодые и интересные люди, которые хотят у нас учиться, пожалуйста, направляйте к нам на кафедру. У нас есть дневное, заочное отделение. Ну так вот, у нас есть четыре года на дневном, а потом магистратура. Там они пишут уже свою теоретическую работу и не имеют отношения к практике. И сейчас мы имеем вот такой. На первом курсе основы теории, драмы. Второй и третий курс сценарные. Все, на четвертом они уходят на диплом. То есть мы имеем два года всего на подготовку по сценарному мастерству. И все-таки, конечно же, перевешивает вот это наше спрямление. В течение двух лет рассказывать о специфике нашего дела. Так что давайте мы для начала определим характерные такие специфические черты нашей драматургии. Ну, на первое место я бы поставила все-таки социальную значимость темы, которые мы выбираем. Потому что мы рассчитаны, представление театрализованное, праздники, на массовую аудиторию, на очень большую аудиторию. И поэтому мы должны выбирать темы какие, которые, попросту говоря, заинтересуют большое количество людей. Правильно? Вот. Все вот эти истории, то, что я делаю для себя и моей девушке, все это нравится. Это вот для маленького такого какого-то камерного зала мы должны находить темы социально значимые. Это принципиально важно. Дальше. Что важно для наших сценариев? Наши сценариев у нас есть синтетический характер. Вот как театр наш синтетический по своему характеру, так и сценарий. Сценарий это должно быть отражено. Сценарий нельзя сводить только к разговорам. Только словесное действие, только диалоги. Это никак не отвечает характеру нашего театра. Правильно? А вот это, между прочим, типичная, самая типичная студенческая ошибка. Вот они пишут бесконечные диалоги. Артисты выходят на сцену, герои какие-то, и разговаривают друг с другом. У него действие происходит на набережной где-нибудь. На воде большая сцена, а люди на сцене у него разговаривают до бесконечности. Ну и так, я много бываю у жюри разных конкурсов, читаю сценарий. Воздух люди и трусам я вижу. Бесконечный разговор – это не наш путь. Засилие словесного действия – это не наш путь. Нужно нам с вами признать, конечно, что сегодня режиссеры театра, театральные, которые имеют, им дана просто театральная коробка. Вот коробка сцены. И они в рамках вот этой коробки сцены творят чудеса. Такие фантастические иногда спектакли создают. А мы, имея и воздух, и воду, и набережную, и, я не знаю, технику можно всякую использовать. Ну все, что хотите. Все дано. Режиссерам театрализованных представлений нет. Все равно все сходится. В примитивной сцене типичной. И вышли герои, что-то там поговорили, потом кто-то что-то станцевал. Понимаете, у нас в Санкт-Петербурге полно таких праздников. Я живу у нас рядом на Долгозерной. Все время регулятор праздники проводится. Как пойду в магазин или в Сбербанк, там что-то, какой-то праздник. Танцуют, поют песни, собачки выступают, цирковые. В общем, кого нашли, те выступают. Все, конец праздника. Ну, освоили деньги. Понимаете, вот такие представления, они, конечно, дискредитируют вообще нашу профессию. Мы должны понимать, только фантазия, недостаток фантазии заставляет делать вот такие представления. Дано нам очень много. Вот то, что дано, мы должны использовать. Синтетический характер сценариев. Синтетический характер сценариев. Важнейшая наша черта. Дальше. Конечно же, документальная основа сценариев. Документальная основа – это принципиально важная черта наших сценариев. Если мы зададим себе вопрос, все ли сценарии пишутся на документальной основе, то скажем, ну, конечно, нет, не все. Новогодний можно праздник написать без представления, без документов. Будь там фольклорный, праздник народный, но огромное количество тел требует документальной основы. Вы будете писать сценарии, посвященные Дню города, и вам нужны будут документы, связанные с историей города. Вы будете писать сценарии, посвященные личности какой-то, там, писателя, ученого, поэта. Вам нужны будут документы, связанные с его жизнью. Вы будете профессиональный праздник, там, День журналиста, День пожарного, День строителя, День кинематографиста, кого угодно писать. Вам опять будут нужны документы. То есть, все-таки, абсолютное большинство тем, не всех, но абсолютное большинство требует документальной основы. Это характерная черта наших сценариев. Возим от студентов в учебных работах, требуем обязательное использование документального материала. Это у нас обязательное условие. Значит, документальность, это важно для нас. Дальше. Ну, вот такие понятия, как конфликт, действие, взаимосвязанные понятия, как вы понимаете, потому что действие в драматургии, есть конфликт в его развитии. Это имеет специфические черты. Конфликт у нас специфический характер носит, потому что мы не имеем права сводить конфликт к конфликту между двумя героями. Выяснение отношений между личностями – это для театральной сцены. Это не значит, что это плохо или хорошо. Просто это другой театр. У нас, как правило, все-таки надличный конфликт. Надличный конфликт. И герои в наших сценариях тоже имеют свою специфику. Каких героев мы с вами используем чаще? Используем исторический материал часто. И поэтому в наших сценариях появляются какие герои? Исторические. И это не только Петр Первый, как любят наши студенты. В каждом сценарии у них Петр Первый. Их тьма, их море исторических героев, связанных с вашими городами, областями и так далее. Исторические герои могут быть. Соответственно, уста историческим героям что следует вкладывать? Какой-то исторический материал, документальный исторический. Могут у нас, как мы используем художественный материал в наших сценариях, значит, мы используем и героев литературных. Как мы их называем условно? Литературные герои. Кто такие литературные герои? Это герои различных литературных произведений. Повести, рассказы и так далее. Соль на празднике, Алые паруса или Остап Бендер на празднике, Юмора и так далее. Дальше мы используем, конечно же, поскольку у нас большие площадки, мы используем героев коллективных. Коллективный герой. Что такое коллективный герой? Это такой, как бы, попросту говоря, размножившийся один. Как бы много человек, выражающие одну и ту же идею. Они одинаково оценивают. Они часто хором говорят, используются там речевой хор. Или разбрасывают, что-то говорят хором, что-то разбрасывают какие-то реплики между ними. А то он, пять хором. Если вы используете коллективного героя, то нужно подумать о том, что можно вложить в уста коллективному герою. Вряд ли коллективный герой может произносить какие-то сложные, длинные, прозаические реплики. Правда? Коллективному герою можно вложить в уста поэтический текст, какие-то короткие, выразительные, принципиально важные фразы. вот другие особенности есть по поводу коллективного героя дальше скажите, если вы оказываете у меня такая работа в руна бойцов это коллективный герой и в сценарии вы должны написать солдаты или бойцы или там, если у вас коллективный герой там, дети например, телефонистки праздник, посвященный связи которые герои такие яркие общая личность, мы тогда и сражались за родину в общем, как и делали герои фильм они сражались за родину все-таки, видите, там выведены они, есть и коллективные герои а там выведены и личности, конечно ну вот ну да значит коллективные герои о ком я еще не сказала символические герои, характерные очень для нашего театра символические герои. Это некие такие аллегорические фигуры, которые символизируют допустим, жизнь и смерть. Может быть у вас сценарий, да? Или там вера, надежда, любовь. Девочка писала у меня диплом, когда у нее сценарий назывался «Вера, надежда, многоточие, война». Вот у нее были, сначала в прологе появлялись три героини «Вера, надежда, любовь». Задавались они, а потом являлась война, и все менялось в этом мире, и начинался сюжет, где в одном эпизоде была главной вера, символическая героиня «Вера», и эпизод был посвящен в прямом смысле вере. Удивительный материал, тому посвящен был эпизод, как в концентрационных лагерях люди сохраняли веру, и как люди, которые были священники разных конфессий, которые оказывались в концлагере, они проводили свои обряды сообразной верой. Христиане причащали, исповедовали, и так далее. И так во всех верах. Вот такой, наверное, очень такой потрясающий материал нашел. Вот один эпизод был «Вера», другой эпизод был посвящен надежде, не буду перескать, и в третьем эпизоде «Любовь». Там история любви рассказывалась тоже. Вообще, у них есть сценарий был посвящен как бы узенькам концлагерей, и история любви между девушкой еврейской и немецким, и польским заключенным, и немцем, офицером, который помог им бежать. Такая вот история была, и потом поймали, и все трагически очень закончилось. Но тем не менее, вот было и такое. Так что, вот почему я вспомнила про это? Потому что символические героини, вера, надежда, любовь, война в данном случае. Но могут быть другие символические герои, фауна, флора и так далее. Это все-таки приметы нашего театра, использование вот таких героев. Ну, реальный герой, реальный герой, конечно. Реальный герой это вообще отдельная такая важнейшая характерная черта для наших сценариев. Используется реальный герой в театре? Нет. Никогда. Ну, или, скажем так, изредка. Совсем редко. Вот, например, в «Современники» у них идет крутой маршрут, по-моему, у них поставлен о, по-моему, «Жизнь и судьба», да, репрессии, вот это все. И они, волчи, ввели в действие женщину, которая реально была репрессированной, сейчас она пожилой человек, но она в этом спектакле играет саму себя. Реальный герой, кто это такой? Человек в роли самого себя. Да? И вот они в театре ввели ее прямо в действие. Ну, я не видела, только слышала об этом. Ну, можно себе представить, как, наверное, сложно этому человеку в роли себя не один раз выйти в день какой-то, а в спектакле. И на контроле она с ним ездит и так далее. Ну, согласитесь, это все-таки исключительный случай. Может, вы какие-то какие-то примеры еще тоже можете вспомнить. Ну, в принципе, это... Я очень отловлю, точнее, что я жила, но не считая еще и с новостями, она тоже его подела. В спектакль прямо? Или в театрализованном... В театрализованном представлении в истории в этом вам. Ну, да, но она в театрализованном представлении один раз участвовала. Ну, так это совсем другое дело. Я о том и говорю, что в театрализованном представлении мы вводим это на характерные черта для нас. Мы используем реальных героев. Потому что театрализованное представление прошло раз, два, да, три. Ну, а если это в театре, это нужно в совсем другом режиме, это вместе с актерами выходить и работать. Поэтому я эту мысль и хочу донести, что мы, реальные герои, используем часто, в театре вот очень редко. Это исключение. Вот, кстати говоря, про реальных героев можно отдельные там три часа, четыре, восемь разговаривать. Скажу вам вот такой посыл, что принципиально неправильно в работе с реальным героем. Бывает в сценариях, которые мне вот приходилось читать на конкурсе у наших студентов. Знаете, когда сценарии вы пишете и не ввиду какого-то условного абстрактного человека. Вот пишется сценарий китарализованного представления, посвященного Дню Победы, например. Ну, там развивается как-то действие, а дальше такая ремарочка. А дальше на сцену выходит реальный герой. Ветеран. В скобочках. Фамилию проставим Бож. Или там юбилей День Учителя городской. В скобочках фамилию проставим Божий Учителя. Ну, друзья, это совершенно не... Это вот с точностью да наоборот должно быть сделано. С точностью да наоборот. Сначала нашли человека, что-то выведали в его истории такое, потом уже... Так, журналисты работали все, писали в газетах. А тот кто-то там есть... Такого же быть не может. Как журналисты это учат? На что их затачивают? Найдите интересного человека. Выведайте, что и телевизионный журналист. Всех на этом. Найдите интересного человека, найдите в его судьбе что-то такое интересное. Давайте это мне в статью или на телеэкран. И вы так же должны делать. Найдите интересного человека, найдите в его судьбе что-то интересное и вокруг него сделайте эпизод. Я Я студент всем говорил, а вот так вот, как ты пишешь, а тут выйдет на сцену какая-нибудь учительница. Я говорю, так они сами будут в школе делать день учителя, они без тебя догадаются, что учительницу нужно пригласить. Тут мозгов-то много не надо, это же абсолютно понятно. А вот придумать как ты ее подашь, эту учительницу, да, это уже совсем другой вопрос. Совсем другой вопрос. Например, там делали мы сценарий, делал праздник Ленинградской области, нашли мы тоже, в связи с тем, что у вас такая Салют Победы, такие военные примеры, нашли человека, который сейчас возглавляет музей героевический, а в детские годы, ему было 12 лет, он был участником войны. В 12 лет он стал участником оркестра и играл на трубе. Представьте, в 12 лет он начал с этим оркестром и прошел всю войну. Интересный факт, эмоциональный? Конечно. Конечно, нужно подумать, как его подать. Конечно, надо что-то такое подумать о детях на войне, о трубачах, там вспоминается эта песня, круглой война, этот маленький, над ним змеялись все врачи, куда такой годится маленький, да разве только в трубачах. Ну и так далее. И эта песня, и мальчишек-трубачей находим, такого примерно 12-летнего возраста, и вокруг этого выстраиваем вот этот фрагмент действия. И после этого уже выходит он. Ну, конечно, мне хотелось, чтобы он вышел и что сделал? Ну, понятно, это было бы красиво, очень. Ну, я разговариваю с человеком, он говорит, я не играю уже тысячу лет. Ну, вот имею я право настаивать. Ну, тут, понимаете, с точки зрения режиссуры, да, это было бы красиво. С точки зрения человеческой, ну, конечно, нет. Конечно, таких вещей позволять себе с реальными героями нельзя, тем более с такими уважаемыми. Если вот вы специально хотите там, реальный герой, может быть, над которым вы специально хотите пошутить, вот у нас там посвящение студента на первом курсе, вот старшекурсники над первокурсниками всяко-разно там измываются, в кавычках, да, всякие ситуации их ставят такие смешные. Это, пожалуйста, это же она позволяет. Ну, в данном случае, естественно, с этим бывшим трубачом мы от этого отказались, но, тем не менее, фрагмент этот был сделан без его игры на трубе. Так что вот реальный герой – это очень-очень сложное дело. Вы видите реальных героев, конечно, по телевизору, бесконечно в разных телевизионных передачах. Почему они там реальных героев так активно используют? Ну, это интересно зрителю всегда. Реальный герой всегда интересен зрителю. Другое дело, что там у нас на многих передачах там зашкаливает уже понимание, что можно, чего нельзя у некоторых ведущих. Ну, вы-то должны принимать, как я понимаю, что так нельзя. Смотрите, думайте, так нельзя, как он делает. Я так делать не буду, я буду делать по-другому, по-хорошему. Кстати говоря, вот официальные лица, которые участвуют в наших театрализованных представлениях, и мы думаем про них, что они специально к нам приходят, чтобы все разрушить. Потому что, когда они выходят, начинают свои речи говорить, все, сразу же такая пауза и не знаешь, что с ними делать. Вот, кто такие вот эти официальные лица? Они ведь тоже реальные герои? Это люди, которые выступают в роли самого себя. Вот он такой начальник, и он хочет там говорить столько, сколько он хочет. Мы сказали, мы вас просим 5 минут, а он считает, что он может 25 минут более. Вот я всегда даю своим студентам такой совет. Вы перед тем, как будете общаться с официальными лицами, вы вот во время встречи расскажите им, как во время открытия Олимпиады в Лондоне английскую королеву показывали. Помните, может быть, там был снят такой видеосюжет, Джеймс Бонд, погоня, актриса в роли королевы английской. И целый такой забавный, активный, приключенческий сюжет с погоней, со стрельбой, с такими вот, на экране все шло, да, приключением. Потом в последний момент что-то она заскакивает в самолет, и тут Джеймс Бонд вместе они летят в самолете, и там в воздухе открывается дверь, и королева вываливается оттуда из этого вертолета. И луч света в ложу, а в ложу сидит настоящая Елизавета, да, реальный герой. Вторая, да? Вот. Я говорю, вы рассказываете вашим мыру города Улимпинска, он английская королева, на что согласилась, а вы тут мне не хотите делать то, что я вас прошу. Их нужно тоже включать в действие и убеждать. Кстати говоря, сегодняшние у кого-то, многие из них готовы ко всяким таким экспериментам, и наоборот хотят себя там представить, попирариться, и готовы на лошади выехать, там какие-то молодые мэры, если их об этом попросят, и так далее. Но это просто такой момент важный. Это часто бывают провальные места в наших представлениях, эти официальные лица. Ну, значит, нужно это вдумать. Значит, мы должны работать с реальным героем с точностью до наоборот. Это театрализовать, включить в действие, сделать моментом действия. Ну или наоборот, придумываем интересный момент, а потом находим такого человека, который точно сюда нам годится. Например, вот у нас на открытии паралимпиады в Сочи тоже был очень хороший момент с реальным, с использованием реального героя. Там, если вы помните, над стадионом загорались слова «импозилл» по-английски. Ну, международное мероприятие, да, поэтому по-английски «импозилл». Что это означает? «Невозможно». Это слово означает «невозможно». И действительно, когда мы смотрим на таких людей, больных, думаем, что жить невозможно, каждый себя на это место ставит. Как жить можно с таким недугом? Человек без рук, например, без ног, не видит ничего. А эти люди еще и спортом занимаются. И вот они в Олимпиаде приехали участвовать, на Паралимпиаду. Вот это слово «импозилл». Символическое такое слово, да? И на поле стадиона выезжает человек на инвалидном кресле. У него нет ног. Это Алексей Чувашев, паралимпийский чемпион наш. Вот они придумали идею, кто нашли вот такого человека. Значит, объявляют, кто он такой паралимпийский чемпион. И сверху опускается канат. И он только силой своих рук, настолько он тренирован, на руках поднимается на этом канате на высоту пятиэтажного дома. Вот только на руках. Удивляетесь некоторым, что не смотрите? Олимпиады, паралимпиады – это все ваши учебники. Он поднимается туда на пятый этаж, на высоту пятиэтажного дома, 15 метров. Для чего он поднимается? Кто не видел, господа? Говорите, господа, режиссер. Кто не видел? Буквы. Буквы меняем, да. Он условно отталкивает, значит, эту первую букву и импосибл превращается в I'm possible – я могу. И вот вам, пожалуйста, прекрасное какое символическое действие. Было невозможно, а стало – я могу. И я могу не, стало не потому, что фея палочкой взмахнула, и те феи могли одно слово в другое превратить. А они придумали вот так вот, через реального героя, да, Чукакова, на глазах у всех людей. И потом оттуда пошли команды, значит, представители, всех там прекрасная придумка, там потом наши, которые любят все попритиковать, сказали, что это где-то уже было на самом деле. Ну, не знаю, где было, у нас это было вот хорошо в этот момент. Короче говоря, возвращаемся с вами. Мы говорим о специфике героев, да? Мы перечисляем же и говорим вообще о специфике нашей драматургией. Мы говорим о специфике героев сейчас. Мы перечислили, что мы используем исторических, литературных, символических, коллективных, реальных героев, да? Киногероев мы можем использовать. В наших представлениях издания могут стать героями, да? И быть участниками в прямом смысле действий. Вот я была режиссером много лет, там, больше десяти лет праздника «Копорская потеха», здесь у нас в Копорской крепости, в Ленинградской области. Так вот, эта крепость средневековая, старинная, она была таким ярким участником действия. В прологе у нас всегда был некий шуточный такой пролог, когда мы старались разбудить эту спящую веками крепость, это средневековое крепость, стреляли из пушки, там у нас была такая чудо-пушка придумана. Это праздник юмора такой был, у нас сфальтером брать юмора. Ну и там историческая основа была всякая такая... Короче говоря, стреляли из пушки, пушка творила всякие чудеса, она там то апельсинами стреляла, например. Почему апельсинами? Потому что герб этого Ломоносовского района — это апельсиновая дерева. Там Шереметь когда-то в своих оранжереях выращивал апельсины. Вот по этому пушка стреляла апельсинами, которые летели в зрителей, в том еще всякие чудеса пушка делала. Потом мы приглашали, наконец, какого-нибудь реального героя, связанного с военными, у нас это военный был правильный, он стрелял из этой пушки и от выстрела, настоящего уже, а не шуточного пушки, вдруг оживала эта крепость Копорская. И шли цветные дымы, и загорались огни в больницах и в окнах, и голос крепости звучал с эффектами записанный. Ну и начинался диалог, вот прямо артисты на сцене, а крепость, вот они как бы разговаривали каждый год, придумался там свой диалог. Короче говоря, я это привожу как пример того, как и здание какое-то может оживать, да, и быть участником нашего действия. Дальше, специфика наша, от специфики героев. Перейдем к специфике композиции. Композиция. Что такое композиция? Соотношение частей относительно целого. Как построить? Из каких частей все это состоит? Ну вот, композиция театрализованных представлений имеет отличие от построения, от композиции пьесы? Да, конечно. У нас всегда поэпизодное построение. Наши сценарии композиционно состоят из эпизодов. Эпизод — это законченная такая драматургическая микроструктура. Законченная часть. Вот в УЗИ студенты начинают практически свои первая, практически большая работа, но в втором курсе они должны написать эпизод. Мы всегда им говорим, научишься делать эпизод? Все, ты обладел основной профессией. Если ты умеешь делать эпизод, значит, ты потом сделаешь для своего сценария и 4 эпизода, и 7, и 10, сколько тебе будет надо. Вот эпизод, надо научиться делать эпизод. Верху это еще говорил. Эпизодное построение позволяет выстроить действия хитрее, разнообразнее. Много эпизодов. Я могу одну и ту же тему с самых разных сторон посмотреть. Понимаете? Так что эпизодное построение очень выглядело. Как правило, у нас эпизоды связаны с сценарным режиссерским ходом. Логикой соединения эпизодов. Всякие разы разная может быть, но ее нужно найти какую-то логику. Это не просто набор каких-то наброшенных эпизодов. Но надо найти какую-то логику. Например, я двигаюсь от частного к общему. День экологии. Первый эпизод у меня о проблемах экологических моего поселка. Произошло, например, в поселке такое событие, что местный завод совершенно загрязнил речку. Детям нет где купаться, и рыбакам нет где ловить рыбу и так далее. Такое ЧП местного сельского масштаба. Но что за этим идет? За этим идут другие события. У тебя может быть один эпизод, посвященный вот этим проблемам с сельской речкой. Следующий эпизод уже с большой рекой в вашем регионе. А потом придешь к мировому океану, например. Проблема мирового океана. Логика какая-то построения от частного к общему. Вот то, что я привела, например. Ну или наоборот, от общего к частному. Рассматриваем итоги Второй мировой войны. И мы рассматриваем итоги войны для мира в целом. Потом для нашей страны, например. Следующий эпизод. Следующий эпизод для вашего конкретного города. А дальше может быть для вашей школы. А потом может быть для одной семьи. Понимаете? Вот это от общего к частному. Как это отразилось? Или такое построение, когда эпизоды, как бы независимые друг от друга, объединены просто ходом и мыслью. Типа шампур. Знаете? Шампур, на нем кусочки мяса. Вот отдельные такие эпизодики. Они объединены просто ходом. Ходом и темой, естественно. Ходом темой идеи. Или построение, может быть, мозаичное. Что такое мозаичное построение? Когда много эпизодов, много маленьких, совсем коротких. Я не знаю. Попустной капустник и маленький кусочек про каждого из студентов. А потом из их портретов, которые появлялись на экране, пока был про него кусочек, складывается портрет большой мастера курса. Им ударят этот портрет. Сделан таким образом из портретов его ребят. Мозаичное построение. Ну, их тьма вариантов. Всякий раз нужно искать тот вариант, который подходит именно тебе в данном моменте. Значит, специфика композиции в том, что у нас эпизодное построение, и все эпизоды соединяются в единое целое. Дальше, что мы еще можем сказать, говоря о специфике драматургии? Ну, назвать, конечно, надо наши характерные методы, наши главнейшие методы. Какие наши главнейшие методы? Главный метод – метод театрализации. Метод театрализации. Вот я бы хотела о нем подробнее с вами поговорить, может, после перерыва. Метод театрализации, метод монтажа и метод активизации зрителя. Это такие характерные... Уже... да? Хорошо, да? Я вам могу. Вы махните, потому что у меня часы специально идут вперед, потому что я здесь опаздываю. Я вам могу. Хорошо. И потом перерыв. Хорошо. Я бы хотела после перерыва, чтобы мы подробнее поговорили о методе театрализации. Это ведущий наш метод. Вот я студентам всегда говорю, почему театрализация – важнейший метод. Потому что посмотрите на табличку с названием нашей кафедры. Что там написано? Кафедра режиссуры театрализованных представлений. Это главный наш метод. И вот все вы занимаетесь театрализацией, все мы занимаемся театрализацией. И на самом деле здесь тьма проблем с непониманием самой даже сущности этого метода. Значит, метод театрализации наш. Дальше метод монтажа. У нас мы собираем разнообразные материалы и должны его объединять. Метод монтажа и метод активизации. Вот это наши такие характерные методы. Но что еще к специфическим таким особенностям нашей драматургии мы отнесем? Нередко историческое местодействие. Нередко у нас проходят представления, прямо связанные с какими-то историческими событиями. На Сенатской площади у нас театрализованные представления, посвященные декабристам. Например, на Красной площади парад 7 ноября. Не парад, а вот такое театрализованное представление. Они делают в память о параде, который был 7 ноября 1941 года. И так далее. Ну, у вас наверняка есть в ваших регионах такие интересные места, где именно само место подскажет и тему, и героев, и материал, который нужно искать. И, конечно, это будет интересно зрителям. Совет могу дать такое, вот когда речь идет о месте конкретном. Какая ошибка. Ошибка, когда, вот как с реальными героями, все по стандарту. И вот у нас историческое место, какое-то необычное пространство, ставят стандартную сцену. Вот какая есть у нас сцена. Вот мы ее привезли и поставили этот прямоугольничек маленький. И сразу же все разрушается. Понимаете? Он имеет дворец прекрасный, в котором и лестницы, и балконы, и подъемы есть. Всякие разные. Ну, посмотри своим глазом художника подзавес. Вместе с художником подумайте, как это все нужно обогреть. Нет, стандартная площадка. Их там деревенский праздник, прекрасная поляна, дерево красивое в центре. Нет, поставят опять эту стандартную площадку, и все разрушат. Когда мы имеем место с таким пространством, конечно, задача обыграть это пространство. Сценой никого не удивишь. А вот если ты интересно обыграешь пространство парка, придумаешь, как я его смыслово преображу, то это будет, возможно, интересно. Значит, друзья, я бы хотела два слова сказать с вами, поскольку у нас еще время есть до перерывок. Все-таки у теми великодечественной. Вот, мое понимание, это проблема очень большая. Вы говорили с Александром Ивановичем вчера, наверное, да, потому что показывали свои работы. Это серьезнейшая проблема. Ну, не знаю, о чем вы говорили вчера. Что я вам хочу сказать. Конечно же, очень сложная задача сегодня говорить о юбилее и победах в тех условиях, в которых мы сегодня с вами живем. Потому что тема вот этих разговоров с искажением истории, фальсификацией истории, это, к сожалению, просто со всех сторон наступает. Вот у меня в руках книжка Данила Натановича Аля «Основы драматургии». Да, ну, наверное, многие ее знают, наши студенты все учились по ней. Вот у него здесь есть маленькая глава, которая называется «Освободить историю Великой Отечественной войны от искажений и фальсификаций в угоду меняющейся политической конъюнктуре важнейшая историко-культурная задача». Вот еще в 2004 году, когда-то Данила Натанович почувствовал вот эту опасность, и он, ну, три странички, буквально две странички написал об этом, значит, он пишет о том, что историю войны ее сразу же стали искажать. Вот сразу после того, как война, ну, вообще история, история нельзя сказать, вот есть история праведливая. Историю пишут люди, не только про эту войну Вторую мировую, вообще всегда Екатерина переписывала историю, ну, там известно, вообще в мире история зависит от того, кто ее записал. Вот он говорит, во время, сразу после войны, в Сталинское время, в период правления Сталина, что было? Сокрытие подлинных цифр потерь на фронтах среди мирного населения, возвеличивание личной роли Сталина было, принижение заслуг маршала Шлупова, это все в Сталинское время, дегероизация обороны Ленинграда, Ленинградское дело, разгром музея обороны Ленинграда, сокрытие преступлений сталинского режима, например, расстрела в Катенском лесу. Это сталинская эпоха. Дальше наступила эпоха Хрущева. Опять начался пересмотр переписывания наново сталинского варианта. На каком уровне? Перераспределение заслуг. Значит, роль Сталина уже уменьшается в хрущевское время, роль самого Хрущева и там интересных ему людей увеличивается. В период правления Брежнева новый виток перераспределения заслуг. Опять кого-то забывают, там, кто помнит, люди старшего поколения, помните, была целая эпоха у нас малой земли. Или они были из Брежнева, который воевал на малой земле, и все ее ставили, это снова эпоха, да? А вот вперед перестройте, и в наши дни я прочитаю, что Данил Натанович, что Данил Натанович, ветеран Великой Отечественной войны, у нас был и репрессированный человек. Был репрессирован на 10 лет, отсидел 5 лет. В общем, судьба у него серьезная, он понимал историю, по образованию он историк, известный историк, вот, и драматург. Тут я прочитаю про наши дни, что он пишет. В период перестройки и в наши дни, наряду с раскрытием целого ряда белых пятен и освещением ранее запретных тем, «История Великой Отечественной войны подверглась новым искажениям и всякого рода конъюнктурным переосмыслениям», в кавычках «переосмыслениям», которые являются по существу резким искажением ее подлинной сути и правдивой истории. Так, например, демократический тезис о том, что советская власть была нелегитимна и преступна, повлек за собой целый шлейф суждения о Великой Отечественной войне. Не было где родины, страны, государства, которые стоило защищать. Не могло быть патриотизма для защиты такого государства. Не было, следовательно, добровольцев в народном ополчении. Все гнали насильно. Победа достигнута исключительной, только благодаря забаливанию немецких позиций трупами советских солдат. Подвиг Ленинграда не был подвигом. Были бессмысленные страдания и жертвы. Словом, война, конечно, была, но не великая, не отечественная. Столкнулись два фашистских режима. И какой из них хуже, еще неизвестно. Пожалуй, наш советский хуже. По этой логике солдаты и офицеры Отечественной войны в массе своей были «баранами», в кавычках «баранами», которых насильно гнали на упой. Фронты, организованные для своей защиты нелегитимной властью, следует по этой же логике считать бандформированиями. Ленинградское бандформирование, Сталинградское, Первое, Второе, Третье, Прибалтийское бандформирование и так далее, и так далее. Что касается главного и наиболее нетерпимого, на мой взгляд, искажения самой сути Великой Отечественной войны, утверждение, будто наша страна в этой войне тоже была фашистской. Например, неоднократное выступление с такими утверждениями было от Шалыча Куржава. Оно не выдерживает критики по многим направлениям. Ну и так далее. Видите, какие трагические вообще строки написал Даниил Натанович много лет назад, когда, может быть, мы еще не чувствовали, что так будет, а он, как историк, это предвидел. И я прочитаю последний абсцаз, заключительный. История Великой Отечественной войны была и, к сожалению, остается разменной монетой в игре политических страстей и различных политических сил. Она буквально взывает подлинно научному ее изучению и правдимому освещению. Необходимо продолжить раскрытие всех белых пятен истории Великой Отечественной войны и широкую публикацию документов, связанных с фактами ее истории. Надо повести решительную борьбу с конъюнктурной фальсификацией и мифологизацией истории Великой Отечественной. Недопустимо опровергать прежнюю тоталитарную ложь нагромождением ей взамен новой демократической лжи. Соревнования на тему, кто честнее врет или чья ложь правдивее, занятие во всех случаях недостойное. Не будем забывать народно признанного определения сути Великой Отечественной. Эта суть была точно сформулирована словами, которые запили в первый же день войны. Идет война народная, священная война. Именно такой она и была, народной и священной. Ну вот видите, для нее Натанчик вступает. Браво! Анатанчик, браво! Да, такая тема болезненная. Нужно сказать, что студенты, конечно же, чувствуют все это вокруг. И в этом году у нас мало людей пишут. Простите, я как-то дневно там сейчас вспомнил. Значит, о чем я хочу сказать, что... Малинка, а может мне ее разделать? Что... Нет, я соберусь. Значит, я хочу просто закончить дело. Что, безусловно, говорить об этой теме примитивно нельзя. И поэтому, мне кажется, если кто-то не чувствует себя, ну, сил, не надо. Потому что мы видим очень много, ну, безумных поступков со стороны режиссеров. Там, например, читая в интернете, объявляется конкурс для школьников на роль мальчика, который будет играть памятник Алеши. Главное требование, чтобы мог стоять и не смеяться. Ребята, ну, если мы будем вот так действовать, это полный дурно. Ну, это же делают где-то люди там, на местах. Но это происходит. Ну, нельзя таких вещей делать. И парад. Парад. В параде участвуют дети трех лет. Все одеты в военную форму. В этих, как их называют, береты. И они на самокатках едут. Ну, мозги надо вообще иметь. Ну, хоть немножко. Ужас. Ужас. Но ведь кто-то это делает. И начальство это проощряет. Ну, просто нет слов. Значит, я думаю, что вы вот сейчас идет, это событие, должны на местах дать ему делу отпор. Как нельзя. Почему про наши праздники говорят? Ряженых выпускают. Не будем проводить праздник, но победы. Там ряженые девчонки ходят в мальчишки. Девчонки с намазанными губами в гимнастерках. Не будем у нас. Сложили, а депутаты говорят. Не надо. Лучше деньги дать им ветеранам. Это вот прямо на ногу курсами. Вот. Значит, скажу пару слов по поводу студенческих концепций. Значит, еще раз скажу. Не обращаются к этой теме, потому что боятся. Потому что, ну, понятно, по старому нельзя, по-новому очень сложно. Я вот хочу всем сказать, кто не чувствует в себе силы, мне кажется, нужно обращаться к простым формам. Даже просто концерт, песни, и там, песни войны, и то лучше. Литературно-музыкальная композиция. Песни, документы, которые прочитываются, вот совсем в простой форме. Литературно-музыкальная композиция. Театрализация – это сложный метод. И делать это фальшиво, делать это отвратительно, лучше не делать. Потому что, я всегда студентам с вами говорю, любую тему вы можете дискредитировать. Возьмите самую хорошую тему, самую святую тему. Сделать плохо – будет позорище просто. Лучше не делать никак. Или сделать в очень простой форме, если ты не владеешь методом театрализации. Ну вот, смотрите, например, я даже хотела сегодня вам привести пару студентов, чтобы они прочитали свои заявки, но тут у нас времени совсем мало. Вот, например, девочка пишет сценарий с названием «Мало памяти». «Мало памяти». Театрализованное представление посвящено снятию блокады и конкретно сосредоточено на истории музея блокады нашего Ленинградского. Ну, тут, не знаю, есть ли местные люди, знаете ли вы, но это многострадальный музей. Это музей, который был создан после вой... Вот, прочитаю пару абзацев, она пишет, я рассматриваю вот этот музей. Значит, в сборе предметов для коллекции значительное участие приняли жители Ленинграда, добровольно передававшие выставки свои личные или найденные при разборе завалов в городе вещи. Так, например, именно сюда Нина отнесла дневник своей младшей сестры Танине Савичевой после войны. То есть музей создавался еще вот во время... Только блокаду сняли, и люди стали нести вещи туда. И это было сначала как выставка. После войны, в конце 40-х годов, конец 40-х, представьте, на музее брушилась масса обвинений со стороны правительства в излишней героизации, преувеличении тяжести положения, искажений, истории, блокады. Создателя и первого директора музея, Льва Ракова, кстати, Лев Раков, он был савтором нашего Данила Катановича, али они вместе написали пьесу «Опасение врага». Известный историк Лев Раков был директором музея, приговорили к смерти, заменив ее 25-ю годами заключения. А осенью 49-го года во дворе музея забывали огромные костры, в которых горели неугодные экспонаты. Спустя некоторое время, где его все закрыли. Представьте, да, вот люди собирали и вот так вот уничтожен был. Прямо разжигали костры и выбрасывали экспонаты. Кстати, этот дневник Танец овечивает. Экскурс-завод вынес на спрятав. Понимаете, вот такая, и вот она описывает, у нее 5 эпизодов. Первый эпизод называется «Один из 37», потому что из 37 залов остался один в музее. Представьте, было 37 залов. Там были потрясающие экспонаты. Там была какая-то грандиозная такая пирамида, сложенная из фашистских простреленных сказок, которые собрались здесь на Ленинградском фронте. Там был полувзорванный вагон, трамвай здесь из города. Это был, ну, вот видите, остался один. Первый эпизод «Один из 37». И там главный герой Нина Нонина, вот, работница в музее, главный конкурс-завод. Второй эпизод, посвященный Льву Ракову, вот этому репрессированному человеку. С ординатором ему было предъявлено обвинение. «Возвеличивание подвига Ленинграда, пропаганда ленинградского вождизма, хранение в музее всевозможных видов оружия на случай приезда в Ленинград Сталина для совершения террористического акта». Вот это его обвинение. Представьте себе, что оружие они хранят. В 56-м Раково реабилитировали. И восстановили гражданских правах, средств и отсутствия состава преступления. Из воспоминаний Нониной, вот этого экскурсовода, этой женщины, недавно она только умерла, была жива. «Внешний лев Львович как будто не изменился. Только на правой щеке глубокая впадина, след от перелома. Так следователи уточняли детали дела». Ну вот, значит, третий эпизод по поводу Льва Ракова, четвертый, ой, это второй был Раков, третий эпизод «Благадный миф», четвертый эпизод «Осталась одна Таня». И девочка пишет здесь в своей занятке, что «Осталась одна Таня». Это известная строчка, вы знаете, да, «Все умерли, осталась одна Таня». Но есть и другой смысл, что очень многое уничтожено в памяти. Осталась одна Таня, а многое уничтожено. Так вот за то, чтобы как бы, ну такой, с таким посылом эпизод, чтобы и память другую тоже, поднимать память у других людей. Ну и пятый эпизод «Новый дом», условно, пока она называет, про переезд в музей. Опять-таки музей этот хотели из нашего соленого переулка, где все привыкли к нему перевезти на Смольную набережную. Это далеко там. И в общем, говорили, что там построено грандиозное, шикарное, новое. Но стали люди против, стали очень протестовать, потому что вывез музея туда далеко – это уничтожение, ну как бы перечеркивание памяти о «Благаде». И в общем, сейчас отстояли, будет музей и здесь. Вот видите, какой хороший, на мой взгляд, она нашла тему. Такую, как бы, здесь и правда, рассказ и о тех людях, которые хотели убить память о «Благаде», но и о тех людях, которые все-таки ее сохраняли и сохраняли. И девочка делает свой вклад. Другая заявка, например, будет называться «Благадный сценарий» Юра, Майя, Галя, Лена, Капа. Так мы договорились. По именам детей, на основании дневников детей. Мальчик пишет у меня вот такой сценарий о детях. Потрясающе. Есть там строки удивительные. И скажу напоследок, перед первым, еще об одном таком достаточно оригинальном замысле. Паш Валевский у меня. Я ему подарила название и идею. Не знаю, как он с ней справится. Условное название – «Хьюгопос». Вы знаете, что «Хьюгопос» – это они одели эсэс и так далее. Вот шили все эти мундиры. Вот с таким, прочитаю два абзаца. Он так, он пишет. Я хочу начать со слов… Об основании про тему, он пишет. Заявку как бы. Со слов известного советского актера, ребенка войны Василия Ланового. В Европе журналисты мне в лицо говорили, что вы в России со своей победой носитесь. Вот мы уже все забыли. Я у них спросила, сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру. Молчат. Тогда я продолжила. Польша была завоевана за 28 дней. А за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать ее пришлось нашим солдатам. И какой ценой? Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма. Но Европа предпочла об этом забыть. То есть, вот он планирует сценарий о роли Европы во Второй мировой войне. Вот он тут дальше пишет, что в ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Боевые действия ввелись на территории Европы, Азии, Африки и так далее. Вот Вторая мировая. Но какова же роль Европы? И отсюда в него рождается вот эта вот от Хьюго-Пос сценография. Подиум модный. Два перекрещивающихся модных подиума, которые, вы понимаете, смыслово потом превратятся в эсфастику. И на основе учебников истории, которые сейчас есть, там у него очень много интересных материалов французский, учебники английский, как они преподносят историю войны. И всякие разные документы. Короче говоря, как-то не очень он может выйти на концепцию отдельных эпизодов. Но их были четыре. Как вы понимаете, вот перекрестились два подиума. Будет четыре эпизода. Вот с таким посылом. И закончится. Все начнется с модного показа. Хьюго-Пос. И закончится тем, что идут эти модели с автоматами на перевес. И голос комментатора говорит о том, что в этом сезоне будет модно там черные балаконы. Они диктуют моду. Как продолжается вот эта мысль в финале. Что вот диктуется мода, и мы все, значит, вынуждены разводить руками или что. Вот. Будет там эпизод о Муссолини и зарождении фашизма в Италии. Да. Вот эта вся история. Первый сюда. Это просто и такую информацию, и размышление, что ну вот ребята ищут каких-то таких других поворотов. Может быть, я думаю, эту тему стоит поднимать в ваших сценариях, да, в связи со Второй мировой роль Европы. Какова все-таки роль Европы. И доказывать все нужно, безусловно, документами. Делаем перерыв, да? Спасибо большое. Спасибо. Марина Николаевна, работала. Все уже. Нет, Наталыч. Анима — это наш стол сценарного мастерства вместе с Читютиным. они один в Москве, другой в Санкт-Петербурге. Это два великих человека, гения, которые вообще придумали этот предмет, сценарное мастерство, развили его. Поэтому, конечно же, для совгорода Санкт-Петербурга, для Российской Федерации имя Данила Натальевича Аля это просто высший пилотаж. Гениальный человек. Поэтому я понимаю, почему Алина Николаевна. Мне повезло, я его знала, и Елена Вячеславовна, мы его знали лично, поэтому это уникальный человек. Мы Марину Николаевну отпускаем на кофе-проект, чтобы она чуть-чуть передохнула. Уважаемые участники, послушайте меня внимательно. Елена Вячеславовна вас заберет. Еще раз говорю, я сейчас за столом остаюсь, ко мне подходят те, кому нужно отобрать сертификаты. Все остальные могут также передохнуть. Мы даем 5 минут на перерывчик. Хорошо? Спасибо. А те, которые должны ко мне подойти, подходят. И коммунировочная у Федотенковой, и у еще кого-то. Ну что, коллеги, сейчас Марина Николаевна к нам подходит. Присаживаемся. Не забываем, что у нас с вами общая фотография, да? Как только она закончит, мы с вами сделаем общую фотографию. Пока Марина Николаевна к нам поднимает, сделаем объявление. Зал, в котором будет Александр Иванович показывать свой мастер-класс, очень маленький. Нас очень много. Поэтому пойдут точно на показ только участники творческой лаборатории, в первую очередь регионов Российской Федерации, любимые, дорогие, санкт-петербурженцы. Вот, если мы договоримся с Александром Ивановичем, история вас возьмут, вы точно туда попадете. Поэтому, пожалуйста, ко мне уже не один раз подходили, вы приехали с друзьями, с коллегами и так далее. Увы, но не сможет зал уместить всех. Поэтому идем только те, кто приехал по нашему вызову. Значит, после обеда, перед автобусом, я вам наши пригласители раздам. Значит, по всем остальным, если нас на кусту запустят, даже на меня не хватает пригласить. Потому что не мы в этом виноваты, в связи с тем, что это мероприятие входит в Международный культурный форум Санкт-Петербурга, а руководит секцией «Народное творчество», это Санкт-Петербургское институт культуры и искусств. И он утверждает программу, запланированные еще у нас другие участники. Поэтому вот сколько нам выделили места, столько мы и получили. Потому что, увы, мы вклиниваемся в мероприятия Международного культурного форума. И круг из долг, в котором мы будем участвовать, тоже в рамках Международного культурного форума. Так что считайте, что вы участвовали в культурном форуме. Не потому что мы не хотим, а потому что у нас такие условия. Но Александр Иванович, он волшебник, он по максимуму пытается нас сюда впихнуть. Поэтому я надеюсь, что пока вы будете обедать, мы с ним этот вопрос урегулируем. А вот по поводу санкт-петербургских участников из города Санкт-Петербурга, у нас огромное количество здесь участников, мы тоже решим. Ладно, не надо расстраиваться. В общем, этот вопрос раньше 12 часов дня мы точно вам не осветим. Все, Марина Николаевна, передаю вам слово. Так, ну что же, как мы договаривались... Значит, а сколько мы? До 12 можем? Да. До 12. Минут 40, да, у нас есть? Так, ну давайте, как и договаривались, поговорим о нашем основном методе, методе театрализации. Театрализация сценарных творчеств и о проблемах, которые здесь у нас встречаются в связи с этим. Ну, я уже сказала вам пару слов по поводу того, что это наш главный метод, и что кафедры наши называются, и другие кафедры там в других городах также называются кафедры режиссуры театрализованных представлений. Да, и я, знаете, вот на первых же занятиях со студентами спрашиваю, вот ты пришел на кафедру режиссуры театрализованных представлений. А что такое театрализация, в принципе? Как вообще понимать, что означает театрализовать материал? Ну, ребята начинают отвечать. Ну, чтобы сделать как в театре, чтобы было как в театре. Ну, допустим, или это около этого, как в театре. А что ты подразумеваешь как в театре? Ну, выразить содержание материала средствами театра. Более умная такая формулировка. Допустим, выразить содержание материала средствами театра. Давайте поставим мысль на двоеточие после этого и попытаемся расшифровать. А что это значит? Выразить содержание материала средствами театра. Двоеточие. Что означает, как в театре? Ребята начинают говорить. Ну, чтобы вот костюмы были, свет, музыка. Или другой ответ. Костюмы, музыка, свет. Вот костюмы у них всегда в половине первого месяца. Я говорю, давай такой эксперимент проведем мысленно. Возьмем сто человек, исполнителей. Оденем их в отличные костюмы. Самые распрекрасные. Включ, свет хорошего поставят. Выведем их на сцену, музыку включим. Будет театр или нет? Не будет театра, конечно. Будет показ костюмов под музыку. В хорошем свете. Значит, театрализация это никогда костюмы, свет. И на семинарах, вот так взрослые люди тоже так отвечают. Значит, понимаете, вот первая проблема в связи с методом театрализации, это когда люди в принципе не понимают сущность метода. Вот они думают, что я кого-то одел в костюм Петра Первого, он там где-то у меня вышел, и это уже у меня элемент театрализации. Что такое элемент театрализации? Ну, чего это не элемент театрализации? Это вообще ничто. Ни капельки даже. Даже близко нет. Значит, не понимание сущности самой метода театрализации, а в чем, что означает, чтобы было как в театре. Ну, вот я вам процитирую. Это написал сто лет тому назад, ну не сто, но больше сорока лет назад, первый заведующий нашей Кати Брельмир, Ильмир, Ильмир Швершковский. Вот есть у него книжка, там, не знаю, спросите, теперь из Александра Ивановича, может, у него остались, еще переиздавали книжку Швершковскую, у кого нет, она сейчас переиздала в новом виде. Вот сорок пять лет тому назад, Ильмир Ильмир Швершковский написал, я вам цитирую, «Театрализовать материал значит выразить его содержание средствами театра. При этом нельзя забывать, что театр диктует два главных условия – организацию сценического действия и создание художественного образа». Вот в выполнении двух этих условий кроется весь секрет. Слово «секрет» мы с вами можем взять в кавычки, но уж никакого секрета нет, все это с тысячу раз это написали. Театрализовать материал – это значит соблюсти два условия, важные для театра – выстроить действия, создать образ. Все, не костюмы и свет, а действия и образ, вот это театра. А театрализованное представление – это вариант театрального зрелища. Вот праздник – это совсем другое. Праздник – там главное общение людей, не говорим про праздник, говорим с вами про театрализованное представление. Что такое театрализованное представление? Это зрелище театральное. Вариант какая-то разновидность театрального зрелища. Самый настоящий театр. Другого специфического театра, но это театр. Чтобы был театр, нужно выполнить эти два условия. Действие и образ. Вот это нужно для себя сначала объяснить. Я должен выстроить действие, я должен найти образное решение. Вот это главное. Сначала это понять, а дальше уже разбираться, что такое действие, в чем госпецифика и что такое образ. Ну давайте сначала поговорим о действии. О двух этих задачах мы сейчас поговорим. Действие и образ. Но давайте до этого сначала выясним вообще, почему у нас возникает этот вопрос о том, что мы должны театрализовать материал. Почему? Потому что мы используем для своих сценариев материал, который для сцены не предназначен. Согласитесь, пьесу пишет драматург. Он специально, он заранее знает, что она ее пишет для чего? Для того, чтобы ее поставили на сцене. Правильно? На той или иной сцене. А мы берем самые разные идеи, которые вообще для сцены не предназначены. Мы берем письма солдат с фронта, они писали для того, чтобы мы их читали на сцене? Нет. Они писали близким своим. Мы берем страницы из дневников писателя какого-то, и делаем представление, посвященное писателю. Он писал эти дневники, чтобы мы их читали на сцене? Нет. Он просто свои мысли излагал. Мы можем взять Денегология, приказ директора завода, который приказал отказаться от очистных сооружений. Они слишком дорого стоят. Он такой какой-то издал указ, что мы не будем им пользоваться. Он для чего этот указ создает? Чтобы мы его ставили в сценарий, его всячески безмерили? Нет. Он для своих потребностей, для своих целей издает этот указ. Понимаете? Мы самые разнообразные материалы используем. Самые фантастические страницы из медицинского учебника. Вдруг появляются переговоры космонавтов записаны. Самый разный материал, я уверю, он не предназначен для сцены. А мы должны его превратить в материал для сцены. Вот поэтому встает вопрос, встает вот эта задача театрализовать материал. Мы берем не пьесу, которая специальна для сцены, а мы берем материал, который для сцены не предназначен. И должны его как-то, ну, попросту говоря, приспособить, что ли, к сцене, да? Значит, итак, перед нами стоит задача выстроить действия. А действие в драматургии, коллеги, это конфликт в его развитии. И никак иначе. Действие в драматургии, это есть конфликт в его развитии. Это развитие конфликта. То есть, если точнее, это завязка конфликта, развертывание конфликта и разрешение конфликта. Вот в соответствии с гибельской триадой знаменитой. Помните, начало борьбы, ход борьбы, результат борьбы. Такую линию можно себе нарисовать. Начало борьбы, ход борьбы, результат борьбы. Вот, это как линия, которая символизирует развитие конфликта в гибельской триадой. Вот то, что мы должны выстроить. Развитие конфликта. Для начала, конечно, нужно определить конфликт. Мы определяем конфликт, сформулируем конфликт. После этого расставляем наши силы, как полковолцы. Вот как на шахматной доске. Здесь есть белые, здесь есть черные. Грубо говоря, я очень сейчас упрощаю. Но, в принципе, конфликт – это две стороны. Есть белые, есть черные. И материал весь, который вы набрали, вот эти ваши фрагменты, какие-то отрывки из произведений, песни, стихи, документы, все-все-все, что вы собрали, это тоже нужно разделить на две части. Для того, чтобы охарактеризовать одну сторону конфликта и для того, чтобы охарактеризовать другую. Правильно? Вы не должны набирать материал, только тот, который вашу идею продвигает. Вы должны набирать материал, который спорит с вашей идеей, чтобы было интересно. Правильно? Ну, допустим, мы говорили сейчас про этого мальчика, который пишет, вот, Афим Горгос, да? Он должен набрать материал, который как бы в сторону вот этих нацистов, итальянцев, которые породили вот этот фашизм, да? Их охарактеризовать, их позицию, их учебники и так далее. Факты из их жизни, да? То, что сегодня происходит, что они говорят. И мы должны для другой стороны конфликта собрать материал. Вот когда одна Бога, это плохо. Должно быть материала много и для одной стороны конфликта, и для другой. Значит, вы определились с конфликтом, вы определились с героями, потому что герои по разные стороны конфликта. Но при этом, имея в виду специфику наших героев, о чем мы уже говорили выше, да? Значит, героев расставили по разные стороны. И материал вы тоже разложили как бы на две части. А после этого вы думаете, как вот этот материал мне использовать, выстраивая развитие конфликта. То есть, на основе каждого материала, который вы нашли, вы выстраиваете тот или иной кусочек действия, тот или иной фрагмент развития конфликта. Например, вы делаете на основе документального материала какого-то документальный диалог. Что такое документальный диалог? Когда в «Уста героем» вкладывается только документ. Вот все говорят языком документа. Да? И вот этот документальный диалог, который вы сделали на основе материала, становится фрагментом развития действия. Допустим, во время документального диалога у вас завязывается конфликт. Вы берете песню, и во время этой песни конфликт развивается. Не просто люди вышли и поют песню. Просто вышли и поют песню, и это у нас в концепте. А в театрализованном представлении не так. Песня не сама по себе. Она фрагмент действия. И танец у вас фрагмент действия. Понимаете? Вот в этом и есть специфика действия, важнейшая такая характеристика нашего действия, что она носит синтетический характер. Оно фрагментарно. Вот это слово фрагментарно можно в кавычки взять. Что значит действие фрагментарно? Действие состоит из разных фрагментов действия. Разные кусочки действия. Понимаете? Один кусочек действия – это действие словесное. А другой кусочек действия. Действие классическое. А потом действие у вас там со сцены переносится вообще в небо. Там вертолеты пролетают. Не просто для того вертолета пролетают, чтобы мы на них посмотрели. А они в нужный момент появляются и что-то там сбрасывают, например, на сцену. Техника там начинает танцевать. Техника там начинает называть, еще что-то там происходит. Вот все, все фрагменты действия в целом, вот эта вся отриада, складывается из маленьких-маленьких кусочков. И каждый кусочек должен быть изобретательно подан. И он с использованием того материала, который вы нашли. Вот понимаете, в чем проблема-то? Что и студенты, и многие взрослые люди, они все пытаются свести к словесному действию только. Вот говорят, у него сплошные разговоры. Ну если вообще просто разговоры, это совсем плохо. А если во время разговоров все-таки конфликт развивается, это уже теплее. Понимаете? Вообще, когда говорят, говорят, на сцене много говорят, говорят просто так. Если просто так, не надо говорить. Если во время разговоров развивается конфликт, это уже что-то. Но вообще все сводить к действию чисто словесному нельзя. Словесное действие, только словесное действие, Это пустило в небольшой аудиторию, в какой-то камере, понимаете? А у нас здесь должно быть носить синтетический характер и складывать из многих разных вот этих составляющих. Как я сегодня уже говорила, очень много у вас есть возможностей вот их и использовать. И вот когда мы с студентами пытаемся добиться понимания вот этого, что из фрагмента все состоит, даем им такие задания. Например, задание «Разработать концепцию театрализованного представления, в котором цирковые номера будут органичной частью действия». И они должны понимать, что он должен вписать в действие, вписать в сюжет и воздушную гимнастику какую-то, и силачей, и какие-то там еще жанры существуют. Понимаете? Органично вписать, вписать в сюжет. При этом, значит, исполнители, они перестают быть просто циркачами, да? Они уже не воздушная, она не воздушная гимнастка, а она в образе какой-то героини, да? Символической героини мечты, например, да? Вот. И добиваемся того, чтобы в сценарии они не писали. У меня на сцене танцоры там танцуют то-то. Или вокальный ансамбль поет такую-то песню. Вот вообще, зачеркиваем, вот крест-накрест, такую запись, такую ремарку вычеркиваем. Потому что говорим, что поют, просто поют и танцуют в концерте. Вот в концерте там поют и танцуют. А в театрализуемом представлении герои действуют. Во время песни объясняется в любви. Или бросает вызов кому-то. Во время танца развивается конфликт. Во время пластической зарисовки развивается конфликт. И нет никаких у нас участники ансамбля «Радуга» или участники ансамбля «Ритм». Танцуют, выбегают. Это все они танцуют, выбегают в концерты. А в театрализованном представлении они все становятся героями. И не участники ансамбля «Радуга» уже, а у тебя, допустим, инопланетяне какие-то действуют. На сцене появляются инопланетяне. В скобочках. Это исполнители из такого-то ансамбля. Понимаете, о чем я говорю? Герои в театрализованном. Почему я говорю? Если кто-то не владеет этим, не нужно выносить примитивные какие-то поделки. Либо это нужно понять. В театрализованном представлении, как в театре действуют герои. Никто не говорит текст. Вот эти наши реманты нелепые. Говорит текст. Говорит слова. А читает стихи. Вот такие вот реманты. Я говорю, читают стихи дети, но утренние в детском языке. А у нас здесь никто не читает стихи. Никто стихи просто так на сцене не читает. Действует слово. Да, слово можно активно действовать. Но вот в том-то и ваша задача понять, что не только словом действует. Действие складывается из самых крупных фрагментов. Когда мы говорим о том, как вписать песню или танец в действие, а вы всегда этим занимаетесь, да, песню или танец вписать в действие хотим, мы обращаемся к опыту киномюзикла очень часто. И вам я советую посмотреть какие-то киномюзиклы и проанализировать их для себя. Мы это со студентами делаем. Приведу несколько примеров хотя бы. Парочком. Например, Фред Астер, знаменитый такой голливудский танцовщик, хаиограф говорил. Там, где не хватает слов у меня для выражения чувств, мне на помощь приходит танец. Танец. Он в танце протанцовывал объяснением любви. Никаких слов не надо. Просто танец. Это танец объяснением любви. Соответственно, мы в сценарии, в реманке не должны написать. Смешно будет, если мы напишем, герой танцует. Мы должны написать. Это там, приглашаем, он протягивает ей руку. Находите русские слова, дописывайте. Это выразительно, да? Протягивайте ей руку. Или там их много. И он приглашает ее, она кладет руку ему там на его плечо. Они начинают танцевать. Это танец объяснением любви. Вот такими словами вы должны это поставить. Для того, чтобы было понятно, актерские задачи. Потому что танцоры ваши становятся героями. Они выполняют какие-то актерские задачи. Допустим, «Витцайская история», знаменитый мюзикл, да? Там, это 61-го года, американский мюзикл, революционный, потому что они впервые снимали на улице, не в павильоне, а на улице Нью-Йорка. Это история Ромео и Джульетты, перенесенная в современности. Американская история, там, 1962 года, да? История, что Ромео и Джульетты, что такое? История противостояния двух семей. Они перенесли эту историю американцам на свои реалии. Значит, начинается с 8-минутного пролога фильм. Вводит 8-минутный пролог «Танцевание». Ни одного слова нет. Только танец. С вертолета там они снимают. Видим Нью-Йорк, потом все ниже, ниже, ниже. Там это 110-я улица, двор школьный. И там задается сначала одна группа молодежи, а потом другая, да? Противостояние двух групп показано в этой царской истории. Это местные американцы, белые, и эмигранты-порт-ариканцы. И дальше история развивается, как Ромео и Джульетты, там, девушка из одной группы, парень из другой, и так далее. Вот. Значит, 8-минутный пролог. Они там, одна группа танцует маму. Такой заводной, живой танец. Они продвигаются по улице, они идут и танцуют эту маму, показывая, что они хозяева этого района. Они здесь главные. И вдруг они встречают представителей другой этой группировки. И другая группа танцует. И они, значит, танцуют тот же самый танец, они иначе в другом цвете одеты. И мы понимаем, что они противостоят друг другу только через танец. Ни одного слова, никаких вот этих 8 страниц текста, вы такие плохие, нет, вы плохие, вы понаехали. Ничего этого нет. Конфликт завязывается в танце. Вот, фрагмент действия, они не просто танцуют маму. Завязывается конфликт. Фрагмент действия сделан через танец. И вот когда мы разбираем там всякие вот эти фрагменты и смыслы, требуем от студентов, чтобы сначала он сформулировал в целом конфликт, какой есть вот в этом фильме, а дальше какую роль играет вот этот маленький фрагмент в развитии конфликта. Чтобы они понимали, что каждая песня, каждый танец, каждый танец не сам по себе, это часть развития конфликта. Понимаете? Там, именно Чикаго. Вы помните, это тюремная танка, знаменитый номер, да? Что там, для того, чтобы показать, как девушки красиво танцуются? Нет. Они рассказывают историю убийства каждое, да? За что они оказались в тюрьме. Там танка соединено с монологом и так далее. Это фрагмент действия всегда. Там, волосы. Вот советую посмотреть старый, конечно, фильм, известный, очень милый Шафлорман, «Волосы». Фильм о противостоянии хиппи и буржуа. И, значит, песни и танцы вписаны в сюжеты. Есть замечательная сцена такая, полименационная, когда группа хиппи проникает незаконно так в дом девушки из высшего общества. Там, Варина, понравилась ему девушка из высшего общества. И они незаконно проникают в этот дом. Там частный прием, великолепная посуда, стол, люди, вечерних нарядов. Они такие оборванные хиппи, там шесть человек среди них ходят и усаживаются с ними вместе за стол. И в кульминационный момент, когда ему говорят, кто вы такие, давайте отсюда вас не приглашали, парень, этот хиппикс, ведущий главный герой, вскакивает на стол и начинается танец на столе. Это вызов, который они бросают вот этому обществу, которое собрались здесь. Он поет и танцует, и он выкрикивает какие-то там слова. Я завоевываю жизнь, вы не должны быть здесь главным. Я что-то в таком духе, да? Вот его это танец на столе, это прямо кульминация. Это вызов вот этому всему обществу. Они потом здесь остаются за столом. Говорят родителям этой девушки, а почему вы не разрешаете мне посидеть здесь? Вот этот парень, который уходит на войну, он призван в армию, он завтра поедет на фронт, он, может быть, умрет за вас, а вы мне не разрешаете посидеть просто на вашу девушку, посмотреть на вашу дочку. Почему так жизнь устроена? Вот этот диалог перетекает в песню и танец. В том, песня и танец продолжаются снова диалогом. Понимаете? И так далее. Потому что такой мюзикл, очень интересный для нас жанр. Там сюжет, сюжет воплощается в песнях, танцах и диалогах. Вот он состоит. Кусочек действия через песню, кусочек действия через танец, кусочек через диалог. Что значит кусочек действия? Кусочек развития конфликта. Мы все время, вы, люди приходят в театр, чтобы увидеть картину развития конфликта. Это все, в театре так, в празднике по-другому. Вы должны выстроить интересное развитие конфликта. Вот. И должны избегать, конечно же, вставных номеров. Что такое вставной номер? У нас даже в сценариях, как я читаю часто, в жюри сценарии, так люди пишут прямо. Тут у меня вставной номер. Что ты хвастаешь? Вставной номер. Плохо, что у тебя вставной номер. Не должно быть вставных номеров. Что такое вставной номер? Это номер, который торчит, добивается вообще наружу, из твоего сюжета. Не должно быть никаких вставных номеров. Кстати говоря, вот у нас история развития мюзикла и этому тоже учат. Потому что, когда этот жанр зарождался, мюзикл, он выглядел, знаете, первые киномюзиклы, они выглядели как такие, ревю, просто. Конферансье на экране, объявлял номер и шел красивый номер. Они увлекались гантоманами. Велики Гландские, такие номера в центре звезда, а вокруг нее массовый человек 300, там красиво сделанная сценография и все такое прочее. Все блестит вокруг звезды, как правило, вот этих американских мюзикл, кажется, это тоже крутится. То есть мюзикл был сначала как ревю. И тут ряд, как концерт, грубо говоря, ряд номеров просто. А потом они стали какие-то номера крупнять, наполнять смыслом, и в них завязывался сюжет. А потом уже пришли к тому, что цельный сюжет, целостный сюжет стал главным, и уже песни-танцы перестали быть отдельными яркими номерами. Никаких старых номеров. Ну, конечно, мы можем там вспомнить сейчас какие-то мюзиклы. И сегодня есть такие рецидивы, когда вроде как бы, ну вот есть яркая песня, и хочется ее вставить. Ну, главное, чтобы она не разбивала смысл. Вообще от старых номеров, никаких старых номеров их не должно быть. В каждом номере есть органическая часть действия. Так что, вот мы к этому тоже и стремимся. Часто перед нами стоит задача вообще готовые номера использовать. Правильно? Редко же бывает так, что ты приезжаешь на пост, но в год тебе говорят, вот, говорите нам, мы все сделаем, как вы хотите, все номера для вас поставим. Так не бывает. Ну, не бывает, когда олимпиаду делают. Вот. А чаще все-таки, что говорят? Посмотрите, пожалуйста, наши номера. На основе вот этих номеров напишите, пожалуйста, сценарий. Правильно? И поэтому, какова методика работы с номерами готовить? Да, смакриваем номера. У меня в голове есть концепция, не было, или хотя бы намек на какую-то концепцию. И я думаю, какие номера годятся, помогут мне мою концепцию воплотить, а какие будут мешать. Поэтому те, которые мешают, нужно с этими номерами сразу же попрощаться. Ну, вас будут уговаривать, если упрашивать, вы должны проявлять твердость характера. Объяснять людям, особенно хореографы любят, и упадать, что вот у меня 17 номеров, вот возьмите хотя бы 14, да? Ну, нужно как-то ему объяснять, что извините, вот у нас вот такая, а в следующий раз мы обязательно вот все только на ваши номера сделаем, другой раз. А сегодня мы берем вот это, это и это. Взяли три номера, и дальше слово номер мы забыли. Мы номер превращаем в часть действия, во фрагмент действия. Мы исполнители делаем героями, понимаете? Мы их переодеваем, мы даем им другие костюмы, мы меняем номера сами, нужно там укоротить, убрать финал, например, правильно? Ну, мы переделываем номер, подстраиваем его так, чтобы он списался и сделался частью действия. Ну, рассказываю пример. Эпизод, посвященный, тоже из праздника, из представления, которые я делала, эпизод, посвящен гражданской войне, проблеме гражданской войны. И была моя задача показать противостояние, значит, как у белых и красных. У нас, как было в советское время, белые плохие, красные хорошие. Началось перед трубой, все наоборот. Красные стали плохие, белые хорошие. Да? Значит, мне очень сложная тема про гражданскую войну. Если тут, все-таки, как провели бы отечество, у нас есть своя позиция, и тут ее нужно отстаивать, да? С гражданской войной совсем сложно об этом говорить. И поэтому, вот, мне не хотелось занимать ту или иную позицию. Я писала тот сценарий сразу к Данилу Антоновичу на консультацию, как нашел он всегда, перед любым сценарием. Данил Антонович, вот такое мне надо, что вы мне скажете, какой материал посмотрите? Он мне говорит, вы знаете, вот вышли две книжки недавно. Одна называется «Красный террор», а другая называется «Белый террор». Он, как историк, меня всегда консультировал. И говорит, в одной книжке все правда, и в другой книжке все правда. И вот, отталкиваясь от этого, выстроен конфликт в эпизоде между белыми и красными. Значит, мне хотелось, чтобы зрители сначала сочувствовали одним, потом другим. Значит, начало. Это появляются революционные матросы. Сразу же вам объясняю. Революционные матросы это местная вокальная группа из Ленинградской области. Они в черных костюмах, в белых рубашках поют всякие песни. Привыкли выходить на сцену, стоять в рядок и петь свои песни. И поставлена задача. Вы будете революционными матросами. И мне не нужно все песни от начала до конца. Мне нужно такой попыри, по одному куплету. Такие взяли мы песни, которые люди готовы подпевать в зале. Там, «Смело товарищи в ногу», «Орленок, «Орленок, взлети выше солнца», «Гренада, Гренада, Гренада моя». Ну, такие песни немножко не романтического характера, чтобы задача была, чтобы зрители стали подпевать. И мы актеров этих заставляем, актерских, этих певцов простых, академических, заставляем их актерски поработать. Мы должны заканчивать уже? Шесть минут. Шесть минут. Сейчас будем заканчивать. Значит, мы не принесли пока, так мы планировали в пять. Да. Так у нас было хорошее, но пока принесли на два, поэтому... Понятно. Значит, ну не шесть, может, десять хотя бы. Десять. Хорошо. Вот. Значит, так самое. Значит, просто я хочу вам вот методика работы. Значит, мы вот этих вокалистов классических заставляем научиться носить костюм другой вот этого революционного матроса. Над походкой должны поработать, над тем, как он держится на сцене. Это усложняет всю задачу режиссера, но если вы хотите обладевать методом деатрализации, вы должны это делать. Либо, как я вам говорила, не надо делать все по-простому, просто концерт, тогда иначе. Вот. Они становятся вот этими революционными матросами, они обращаются к зрителю, давайте споем вместе и товарищи. И зрители с удовольствием с ними поют, поют, поют. А потом выводят пленного белоквардейского офицера и говорят, слушайте, тут вот контр, который мы вчера взяли, тоже на сцену просит, тоже пить хочет. К зрителю обращают и дозволим этому офицеру белому. Ну, зрители, конечно, сейчас давай, пусть поет. И после этого белоквардейский офицер, белоквардейский офицер, тоже ненародный артист, откуда-то свалившийся мне в подарок. Участник клуба «Самоведная песня» в шинели, белоквардейский, он исполняет белоквардейский романс. И все зрители затихают, огромное количество людей было, и все слушают его, и все уже ему сочувствуют. Это как раз и было то, чего я хотела, чтобы сочувствовали сначала одним, а потом другим. Потом там дальше действие развивается таким образом, что они спорят с этой, и там как раз обыгрывается вот это «Белый террор» и «Красный террор», «Красный террор» и «Красный террор» и «Красный террор». Не буду тут дальше останавливаться. Короче говоря, наши просто певцы и танцоры должны стать героями. Героями. Работать с ними надо актерские. Это просто аксиома. Это просто такое правило. Подводя итог вот этому разговору про действие, я еще раз хочу акцентировать внимание на проблемах. Повторить, какие у нас проблемы существуют в связи с методом театрализации, в связи с пониманием действия и непониманием. Первое. Непонимание самой сущности метода театрализации. Подмена театрализации просто светом, костюмами и что-то такое. Вторая проблема. Проблема непонимания специфики действия. Непонимание того, что действие синтетическое. Сведение действия только к словесному действию. Это неправильно в театрализованном представлении. Действие должно быть синтетическим. Дальше следующая проблема. Проблема неумения вписать номер в ткань сценария. Номер должен стать частью действия. Проблема неумения описать все это в реманках. Не надо описывать, что просто на сцене поют и танцуют. Так что нужно научиться выстраивать конфликт. развитие конфликта это естествие. Интересное, неожиданно развивающееся синтетическое по характеру. Это одна задача театрализации. Вторая задача это образное решение. И пять минут я говорю про образное решение. Пять минут. Образ, как вы знаете, хотя бы такое общее положение. Такое поэтическое выражение мысли, формы отражения действительности с точки зрения того или иного эстетического идеала. Какая здесь существует проблема? Проблема опять-таки непонимания сути того, что такое образное решение. Что говорят наши уважаемые студенты, господа? Они говорят, например, образное решение моего театрализованного представления, посвященного Холокосту, шестиконечная звезда. Образ моего представления, посвященного дню семьи ромашка и так далее. Вот окно, образ, флаг, светлячок, треугольное фронтовое письмо и так далее. Но это не образ. Это символ. Это символ. А образ, образное решение, даже подумай, вдуматься эти слова, образное решение. Это сложная структура. Это сложная многослойная структура. И образ развивается. Образ это динамическая структура. Если ты повесил там сзади ромашку, оно у тебя висит сначала до конца, ну и что, это никакой, ни капельки, ни образ. Образ должен развиваться. Образ развивается во времени. И образ это сложная структура. Образное решение у нас как бы сказать по-простому, состоит как бы из многих образов, что ли. Как вот слоеный пирожок, слоеный пирог мы с вами есть зримый образ, есть музыкальный образ. Да, музыкальный образ. Даже не только музыкальный образ, звуковой образ. Можно звуками просто создавать образ. Да, отказаться от музыки, работать на звуковых образах. Есть звуковой образ, есть сценографический образ. Сценографический как выглядит твоя сцена, как трансформируется сцена сценографически. Название представления вносит свой вклад в создание вот этой целой образной структуры. Ну, особо музыкальный загадочный название, но это вклад вот в общую образную структуру. Эти его перекрещивающиеся два подиума, которые превратятся в свастику, это вклад вот в эту образную структуру. Там дальше он пока не разработал, еще начало учебного года, как там дальше пойдет, но образное решение складывается из многих составляющих. Вот это нужно понять, понимаете? И нужно уходить от натурализма. Образ это поэтическое осмысление. Приведу вам сейчас напоследок такой пример. У нас в царском селе открыт был некоторое время назад памятник Зарьи села. Как вы думаете, господа сценаристы и режиссеры, скульптор, который сделал памятник Ангельскому, каким он его сделал? Вот он пошел по-простому, оттолкнулся от этих слов царско-сельский лебедь, поставил натуралистический бюст, вот такой, а сзади приделал два крыла, а впереди вот такая избивающаяся шея лебедя. Их были бурные дискуссии на эту тему, чтобы брать этот памятник, какая бескусица, неужели разве так можно делать? И это действительно бескусица. Это очень в прямую. Вот вам царско-сельский лебедь, вот вам лебедь, шея и крылья. Это очень примитивно. Я приведу пример другого памятника. Памятник в Ярославле погибшей этой команде локомотив хоккеисты, которые разбились. Как сделан памятник? Помните, клюшки вертикально стоят, много клюшек, и из них складывается крыло самолета, на котором они побегут. Вот это прекрасное решение. Понимаете? Вот во втором случае есть образ, а в первом случае есть такое натуралистическое в прямую показ. Вот нужно стремиться к образному, к поэтическому иносказательному осмыслению. Там, где нет иносказания, иносказания, есть в прямую, это примитив. Вот бюст, пределанная клюшеря, это примитив. И вот когда наше представление примитивно, то невозможность, и в смысле образа, и в смысле построения действия, и в смысле активизации зрителя, все, бедных зрителей за руки хватает, куда-то тащит. так вот мне прямо не по себе остановится, когда я вижу такие, вот, такого рода театрализованные представления. Мне кажется, что мы должны прекращать, дискредитировать нашу профессию, и позволять себе делать вот такие неприличные вещи. Нужно предъявлять к себе все-таки высокие требования. Вот честное слово. И еще раз я относ к этой мысли. Если вы вот чувствуете, вы же взрослые люди, и все не дураки, не надо думать, что зрители дураки, зрители тоже не дураки. Вот не надо думать, что зритель все съест. Все умные люди сегодня, все взрослые, интернет кругом. Чувствуете, что у вас не получается, нужно отказаться от этого. Вот мое мнение такое. Лучше отказаться от сложного театрализованного представления. Если ты не владеешь этим методом, если ты не можешь выстроить действия, и у тебя нет достойного не банального затасканного, а интересного образного решения. Я надеюсь, что чем-то было полезно в нашей разговоре. Я бы с удовольствием с вами говорила дольше. По каждому вопросу можно говорить, конечно, и нужно говорить, на самом деле, долго, подробно, с анализом, с примерным. Но надеюсь, что я бы немножко вам как-то была полезна. Прошу прощения за свои спасибо. Спасибо большое. Валентина Романовна, это так, что вы не хотите. У нас есть такой подписчик, я должна вручить сертификаты тем, кто завтра уезжает с утра. Поэтому я хотела бы, чтобы и вы, и члены жюри Всероссийского фестиваля Садик Бобина Лена Вячеслава Кузьмичева мне помогли в этом. Я буду называть фамилии, а вы будете вручать. Хорошо. Уважаемые коллеги, сертификат о повышении профессионального мастерства при прохождении врачи лаборатории Фессионер-Российского фестиваля Садик Бобед вручаются Зениной Татьяне Викторовне. Бокатыревой Людмиле Витальевне. Бокатыревой идет, конечно, город Тевастополь. Людмила Вячеславовна. Вы же как ходили? Да, вы поняли. Алина Куркова. Грязнов Александр Владимирович Дмитриева Оксана Русланова Адаманов Николай Александрович Емана Ненец Аграков Алексей Васильевич Курская область И он Загерст получит Республика Лукмортия Целусова Елена Викторовна Микоход Анна Волгоград 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 Александр Алексеевич Ростов Белкина Белкина Волгоград 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 Ешова Эльмира Павловна Вот теперь Терская область пошла Семенов Владимир Леонидович Еще один медалист Дома творчества У меня Смитки Севачи Соколов Евгений Валерьевич Прекрасный режиссер из Владимирского Режиссер Эльмира Волгоград Егешка Наталья Валерьевна Ульяновская Область Храма Наталья Николаевна Директор Дома творчества Нижний Новгород Вот у нас инкредитера приезжают Заведущая Якупова Эльмира Сейчас Подождите Я всегда Сложно У меня Якупова Эльмира Зул Фаргана Республика Казахстан Ломая Владимир Петрович И ломая Военные Ивановна Республика Угуртия Режиссер Редневский Театр Наших Очень Хороший Игнать Александр Дмитриевич Тульская Область У нас Молодые Есть Специалисты Марутин Алексей Владимирович Пензенская Область Сарайина Наталья Юрьевна Тамбовская Область Тамбовская Область Важна Лариса Владимировна Забайкальский Край Боброва Инна Анатольевна Мой Коллега Камчатский Край Завершая Делать Отравленный Искус Замечательный Человек Камчатской Уброси Руководит Всеми Жанрами Одна Возвращая Родина Одна Ну и еще Один Замечательный Участник Терентьева Галина Александровна Республика Коми Ну и Это же не все Потому что Замечательные Наши участники Остающиеся На завтрашний день Мы с вами Так же Красиво Будем Вручать Сертификаты Но уже С другими Педагогами Мастер-классов Членами Жюри А сейчас Так как Вы все Пока еще Здесь Мы сделаем Общее Фото Выходим Сейчас Самое главное Спросить У нашего Замечательного Фотографа Специалиста Который Точно Скажет Как нам Стать Нам Надо Стать Вот Туда Пожалуйста Оставляем Все свои Вещи Себя И Бейджи Весем Хорошо Марина Марина Николаевна Елена Вячеслав Вам Точно Сфотографироваться Чуть Пониже На Первый Очень Очень Посчитано Продолжение следует Продолжение следует...